зачем человеку нужна связь со своим родом понимаете это те вещи которые наверное все таки нами не контролируется хотя в принципе есть люди которые пытаются это контролировать уходить от ответственности я считаю что мы как-то неправильно наверное все таки ассоциируем себя и рот мы ассоциируем себя как с некой с неким древом да где существует некое поколение людей которые значит и бабушка дедушка мама папа женская мужская линия на самом деле мы должны брать немножко или копать вернее глубже то есть мы все здесь на этой земле земля это фактически планета или пространство дать для идеального опыта опыта который мы никогда не проходили если мы не берем в учет наши тела берем наши души то мы все пришли из каких-то планет каких-то систем звезд почему потому что там была одна команда что появилась такая земля которая обновилась у нее есть идеальные условия плотная энергия где можем проверить свою духовность накопить свой опыт который нам необходим для значит будущих мантар и мы значит звоним ну образно говоря даем кличи значит самым лучшим семьям или самым лучшим представителям наших пола наших планет или систем для того чтобы они но помогли нам наверное все таки как-то реализовать какую-то задачу общего опыта вот набирается какая-то какая-то команда там тысячу душ там миллион душ я не знаю сколько вот и все они значит двигаются в направлении как это как это на самом деле это видел я видел это медитация как это происходит на уровне значит вот этой плотной адаптации душ в системе в которой мы сейчас живем то есть это значит процесс не не час происходит не два это возможно тысячелетия по отношению к этой плотной адаптации в этих плотных слоях земли поэтому семья это род это множество душ которые пришли из наших планет или из нашей планеты которые несут себе вот это вот семья или задачу семьи которую мы должны активировать в условиях земной адаптации в наших генах прописано все эти процессы вся эта информация по отношению к тому а чтобы должны сделать значит по отношению к нашим личным задачам понятно у нас есть задача цикла где мы должны реализовать свою карму выйти на какой-то уровень но есть гены где прописаны родовые активации которая связана с тем что мы кого-то тянем мы передаем активируем и помогаем и это правильно потому что мы на уровне коллективного бессознательно это единая движущаяся творческая энергия что касается уже воплощение в тело понятно мы что-то отдельное индивидуальное которое имеет право там развестись жениться выйти замуж убить за все это нужно будет отвечать понимаете поэтому на том уровне мы все едины если мы говорим допустим о том чтобы как-то активировать процессы выхода из как это сказать родовой ответственности но мне мне так кажется что это знаете как вот раковая клетка которая что-то там себе возомнила она что-то себе надумала что она но не хочет больше тянуть на себе какие-то родовые программы она пытается сама жить она пытается как бы вот выйти на духовные просторы или уровни самостоятельно она как раковая клетка пятится назад из системы выходит из системы не понимая того что род это бог это целостность которая дает возможно этому человеку и жизнь дает определенные активации мотивация и в тот момент когда человеку сложно возможно род помогает на тонком уровне через сны через тонкий процесс этому человеку но человек почему-то думает что или вернее не видит всего этого и эгоистично думает что если в пространстве моем пространстве было много негативных событий якобы потому что я тяну рот на себе то он в общем-то принимает решение все это отрезать все эти каналы пути хотя принципе я сомневаюсь что имеет власть над этими процессами но он так думает поэтому я считаю что связь с родом это не то что необходимость это некая данность которая принадлежит эволюционной системе она прописана в этих программах и вот просто так сказать что вот там связь отсутствует или не отсутствует это всего лишь наше представление шаблонов которые проявляются через какой-то опыт связь должна быть она всегда будет потому что это необходимые процессы нашей эволюции а и Субтитры подогнал «Симон»